Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и национальный проект «Жилье и городская среда» в Магадане продолжают мероприятия по благоустройству города. В связи с этим глава муниципалитета Юрий Гришан проверил ход работ на городских объектах. В этом году службы Магадана начали благоустройство дворовых территорий по улице набережной реки Магаданки. Подрядная организация приступила к демонтажу старого бордюрного дорожного камня и асфальтового покрытия. Здесь планируют обновить ограждения, установить скамейки и урны, устроить парковку и водоотводный лоток. Всего в рамках реализации проекта на этом участке уложат более 5000 квадратных метров асфальтового покрытия, включая тротуары. Глава города ознакомился с ходом работ, встретился и обсудил возможные варианты корректировки проекта с инициативной группой жильцов. Особое внимание уделили планировке тротуаров. По мнению жителей, зеленую зону во дворе необходимо сберечь. Может появиться дорожка метр двадцать здесь асфальтовая. Это минимальная ширина дорожки. Ну метр двадцать, метр сорок считать. То есть еще два бордюра. Нет, я сказал метр двадцать. Ну плюс два бордюра. Два бордюра по 10 метр сорок. Вот у нее есть почти полтора метра. То же самое, что в проекте получается. В проекте метр пятьдесят. Уверяю вас, все ходить будут по дороге. Работы по благоустройству дворовых территорий проводят и во дворе дома номер 21 по улице Берзина. Подрядная организация на этом объекте уже приступила к работам. Специалисты выполнили демонтаж бордюрного камня, устанавливают новый. Всего планируется благоустроить порядка 1800 квадратных метров. В этом дворе обновят и лестничный спуск. Она просто заросла. Если ее восстановить, потому что машины ездят, нам удобнее было бы по лестнице спустить. Там люди, дети ходят. Я понимаю, что тут сеть. Тут сеть. Кто нам разрешит лестничный спуск? Там она лежит, там лестница. Я понимаю. Ее поэтому и разломали, потому что сеть. Потому что ее как-то обогнуть. Будут ремонты. Обсудили нюансы устройства парковки. Ее необходимо сделать так, чтобы обеспечить комфортный проезд автомобилистам. Парковка не должна создавать препятствия пешеходам и помех для пользования детской площадкой, отметили специалисты. Все озвученные предложения жителей при производстве работ будут учтены.